здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы с вами разберем вот этот вот джим перочек с алиэкспресс я его нашла на алиэкспресс очень хорошо заметно что там пряжа давайте не буду называть слова какая ну в общем в общем вы поняли но модель интересная интересная своим как бы структурой простотой девчонки замечу очень просто это все выполняется я вот нарезала детальки сейчас я вам пройдусь расскажу по самим деталям как их связать и потом я покажу на вот этом вот на этих выкройках как пример как их собрать вот первым делом мы вяжем рукав это можно и в последнюю очередь связать это самое маленькое значит первым делом мы вяжем вот эту вот квадратную основную деталь она у нас выступает в некоторых моментах передние детали умеет в некоторых задней талии вот как как захотите так и будете варьировать штук интересно вот в этой модели что она как бы одевается и сзади и спереди вот новый год у нас на носу нам же нужно что-то одевать по пряжи девчонки очень красиво не выбирайте толстую пряжу тоненькая пряжа чуть побольше спицы полотно должно обвисать хорошо драпироваться поэтому вот кстати вчера я смотрела пряжу забыла как называется в общем какой-то мохер кид мохер что-то тоненькая воздушная легенький легенькая кстати лана gold 800 подойдет вот ссылочки ссылка на магазин в украине я вам оставлю посмотрите в общем мохер вы найдете в любом случае вот еще можно какую-то тонкую пряжу с пайетками с люрексом что-то такое легенькое и легко драпирующиеся девчонки это основной важный момент кстати я нарисовал обе крыку чуть неправильно горловина там лодочкой чуть побольше значит у нас обычный квадрат можно еще усложнить и сделать вот так вот еще длиннее как бы плечо у для нее вот здесь вот добрать петли и сделать как бы еще длиннее вот эту вот линию плеча но это уже для тех которые уже по по опытнее а для новичков достаточно квадрата если пряжа будет тонкая то этот оверсайз паутинка она как бы будете как раз уместно вот поэтому ширина у нас как минимум 65-70 сантиметров это на маленький размер вот должно плечо свисать вот конкретно вот само плечо должно быть где-то как минимум 30 сантиметров вот эта линия плеча вот как хотите не хватает вам добавляете удлиняете хватает вам держите саму деталь широкую вот это уже на ваше усмотрение и сделать плавную как бы вырез лодочкой здесь вот и соответственно тоже самое то есть удлиняем плечо как можем либо дополнительными петлями вот этим рукавом либо широкой деталью внизу у нас там я вижу резинка один на один горловина совсем у нас не обработано то есть двойная кромочная тамбов или вот этим вот шнуром обвязано вот рука классический ровный рукав здесь добавление ровный классический рукав там я вижу вот так вот ровно и если это паукинка в принципе можно закрыть если это чуть потолще пряжи сделайте окат по три петли то есть незаконченными рядами если или закрывать вот так вот когда мы связали спинку по ширине или добавили рукавчик что мы делаем у нас вот вот эти два шарфа таких вот какой которые переплетаются значит эти два шарфа мы набираем петли вот столько сколько у нас было по этому плечу еще можно пару петель добавить там хорошо видно платочная гладь и она закручивается вот петли 3 сюда и 3 сюда для этой вот не кстати тут только здесь значит три петли в эту сторону для вот этого валика мы набираем петли сколько у нас по плечу и вяжем вяжем шарф длину сейчас будем с вами определять прям вот можно кстати начать вязать из вот этих вот петель открытых этот шар то есть даже петли плеча не закрывать а вязать шар и вот мы вяжем до той степени в общем у нас это все дело должно быть в боковушки но мы вот здесь вот так определяем смотрим чтобы у нас все легло аккуратно возможно нужно будет здесь как бы закончить таким вот образом то есть делать скос вот как делается плечевой скос по 5 петель допустим до сделать скос здесь в конце вязания либо если уж совсем у вас мягкая пряжа то достаточно будет и вот так у меня конечно же стоячая пряжа у меня это все выглядит не очень симпатично вот а если пряжа будет струящаяся то это будет выглядеть все намного лучше все-таки вот этот вот угол наверное нужно сделать девчонки я думаю да даже в изделии нужно сделать этот угол я думаю вы поняли о чем я говорю это то есть как бы так называемый скос плеча в общем смотрите это я делаю этот скос потому что у меня деревянная ткань понятное дело что это не вязаное полотно а деревянная ткань поэтому у меня получается вот так вот вы же смотрите вот по своему полотну вы уже будете по ним понимать и вы уже будете видеть в идеале конечно 2 одновременно вязать вот эти под шарфа 2 одновременно выкладывать вот эту вот картину и 2 опять же либо из плеча вяжем уже будет я думаю очень красиво если вязать вот эти вот петли плеча просто вязать уже со спинки наперед либо с переда на спинку вот где будет научим оттуда переход сюда и не будет никакого шва и все будет максимально аккуратно правильно же и здесь валик закрутиться очень красиво само себе оформится да и все и вторая вот так вот у нас идет на эту сторону вот то есть два вот таких вот шарфа у нас которые провисают вот что еще хочу сказать так я думаю это понятно если изделие по длине то она будет провисать вот больше туда вниз это видно там некоторые изделия некоторые строчки видно что они прям прям сильно провисает и они длине а вот этот вот который я показываю у него длина не более 55 сантиметра 55-60 сантиметра и она получается мне кажется аккуратнее намного то есть вот это вот как бы драпировочка она получается такая выше симпатично и аккуратно вот видите и и в брючке в юбочку можно заправить тот который вариант по длине я видела на алиэкспрессе тот мне не понравился а вот которые покороче он намного симпатичный как по мне и так вот таким вот образом у нас выглядит основная деталь куда же у нас крепится карман сейчас я вам все расскажу значит ой карман куда же у нас крепится рукав рукав у нас крепится таким вот образом смотрите ой я маленький рукав выкроила вот видите видите значит рукав мы прошив пришиваем либо набираем петли вот что будет лучше всего вот смотрите вот где где у нас начинается вот это вот деталь к мы прикладываем вот эту и определяем место стыка и отсюда вот от пришитой вот этой вот детали и до вместо стыка мы набираем петли и шьем рукав потом сшиваем просто рукав у нас будет здесь как бы прихвачена от рукава а вот это вот вот правильно у нас будет свободно то есть понятно эти две детали у нас просто здесь встречаются и все они никак не фиксируются там талии вот это все у нас фиксит не сшивается они только тут подходят в стык вот далее у нас все свободно крепятся они просто на руках вот таким вот образом здесь свободно получается остается и здесь свободно в свободном падении такая вот у нас девчонки хитрая конструкция хитрая но при этом несложное как разобраться да просто видите вот он шар один и шар второй и к нему прикреплен рукавчик все рукавчик не длинные потому что у нас сильно спущено плечо учитываем это я думаю вы это все равно будете делать спинку потом вот эти две детали а потом уже у вас готовая вещь которую вы на себя оденете и будете мерять длину рукава как захотите вот вот и все девчонки на сегодня все с вами была вика школа рукоделия всем пока пока